Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня четверг и, как всегда, по четвергам на нашем канале в прямом эфире программа «Наш город». А сегодня мы будем говорить о порядке получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Всех, кого интересует эта тема, пожалуйста, мы ждем у экранов телевизоров. И сегодня у нас в студии Юлия Николаевна Дулова, начальник отдела архитектуры и строительства, управления имуществом, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска. Юлия Николаевна, добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, прежде чем мы начнем, я традиционно всех призываю использовать новые технологии для просмотра нашего канала. И короткая информация об этом, пожалуйста. Медиагруппа «Планета Сервис» представляет новый информационный медиапортал «Регион04.онлайн». В нем отражена лента событий, раздел «Афиша», большое количество видеоматериалов и прямая трансляция телеканала «Планета ТВ». Приглашаем к сотрудничеству по размещению информации и рекламы всех заинтересованных лиц. Итак, уважаемые телезрители, еще раз повторяю, говорить мы сегодня будем о порядке получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Юлия Николаевна, пожалуйста, вам слово. Что наши потенциальные застройщики должны об этом знать? Еще раз добрый вечер, граждане города Горно-Алтайска. Хочу сказать, что город Горно-Алтайск хоть и небольшой, у нас всего 62 тысячи жителей, но город сейчас активно развивается и особенно растет доля усадебной жилой застройки. За последние три месяца в администрацию города поступило 72 заявления на разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Любая строительная деятельность на территории Российской Федерации регулируется нашим законодательством. И конкретно это градостроительный кодекс Российской Федерации. Независимо от того, что мы строим административное здание или жилой дом частный, в любом случае градостроительный кодекс нам дает свои рекомендации. Сегодня мы поговорим о строительстве индивидуального жилого дома. Порядок получения разрешения на строительство индивидуального дома определен частью 9 статьи 51 Городостроительного кодекса Российской Федерации. Разрешение на строительство выдается органам местного самоуправления. У нас органы местного самоуправления – это администрация муниципального образования города Горно-Алтайск. Хотелось бы разъяснить, какие действия нам необходимо выполнить, чтобы получить документы на разрешение на строительство. Самое первое, что нам нужно сделать – это подготовиться к получению разрешения на строительство. Для этого нужно получить так называемый градостроительный план земельного участка. Его можно коротко называть ГПЗУ. Готовится он администрацией города, отделом архитектуры и градостроительства, муниципального управления, управления имуществом, градостроительством и земельных отношений города Горно-Алтайска. Готовится он достаточно долго, в течение 30 календарных дней. Поэтому нужно обращаться к нему за ГПЗУ немного так заранее, а не в день, когда вы хотите начать строить. ГПЗУ – это такой документ, в котором сотрудники отдела показывают на земельном участке те места, в которых можно что-то построить. После того, как вы получили ГПЗУ, вы как застройщики, граждане города, как застройщики, должны продумать, что вы все-таки хотите построить на своем участке. Чтобы соблюсти все нормы, которые действуют на территории России, соблюсти противопожарные нормы безопасного строительства, чтобы соседи ваши не пострадали от вашего строительства. И такие свои задумки по строительству именно вашего жилого дома должны быть оформлены документально. И таким документом является схема планировочной организации земельного участка. Что такое схема планировочной организации земельного участка? Ее также коротко можно назвать с ПОЗУ. Схема – это чертеж, на котором необходимо в масштабе вычертить места размещения проектируемых зданий с учетом требований норм и с учетом требований ранее полученного ГПЗУ. На схеме необходимо поставить точные размеры расстояния от планируемых строений до границ земельного участка, дать описание всех зданий, которые вы будете строить, указать, из какого материала вы будете строить, из блоков, из кирпича, из дерева, указать этажность, сколько будет этажей, один, два или один с мансардой, и указать обязательно площадь застройки. Площадь застройки – это площадь земельного участка, которая будет занята вашим жилым домом. Чтобы правильно подготовить документы с ПЗУ, можно посмотреть на стенде, на первом этаже администрации, на стенде висит образец из ПЗУ, на который можно посмотреть, ну и понять, что, как правильно выполнить. С ПЗУ можно выполнить двумя способами. Сделать чертеж самому, выполнив все требования по оформлению документы. Ну, это несложно, потому что вы его посмотрите на стенде, как это сделать. Или, а если будет все-таки сложно, то можно обратиться в любую проектную организацию, где специалисты-проектировщики, архитекторы помогут вам правильно оформить документ. Стоит это недорого, если сравнивать еще со стоимостью строительства, сколько вы хотите вложить в свой дом. Затем вы, как застройщики, утверждаете этот чертеж из ПЗУ. Ну, сами, собственным решением пишите вам, что я утверждаю. Ставите свою подпись и подаете заявление на разрешение строительства в администрацию города. Заявление на строительство и на ГПЗУ можно подать у нас тремя способами. Самый удобный способ подачи, на мой взгляд, это подавать заявление через портал государственных услуг Российской Федерации. У нас сейчас век интернета, поэтому это не так сложно. Я сама пользовалась этим порталом, очень удобно. Единственное, что и портал госуслуг работает в сети интернет, и он работает круглосуточно. Не надо стоять в очереди, тратить бесполезное время. Но это один способ. Второй способ. Можно подать заявление через МФЦ. Это у нас есть автономное учреждение Республики Алтай. Находится оно в городе Горноалтайск по улице Чептынова, 28. Они ведут прием документов с 8 до 7. И в субботу с 9 до часу. То есть в большой промежуток времени к нам можно прийти и сдать документы. И еще можно также подать заявление непосредственно в здание администрации, в канцелярию, муниципального управления, имущество, городостроительство, земельных отношений. Это кабинет 105 на первом этаже администрации. Там тоже можно принести заявление с 8 до 5. А если вы хотите получить консультацию какую-то, ну бывает же, что непонятно, что вам нужно сделать все-таки. Бывает такое. Вроде все понятно, но не до конца. Можно прийти в администрацию, в отдел архитектуры и городостроительства непосредственно и проконсультироваться там. Или позвонить нам. Чтобы у нас проконсультироваться, нужно к нам прийти в приемные часы. Почему в приемные часы? Потому что мы же работаем с заявками вашими же. Вот вы нам сегодня принесли заявление, выдать разрешение. Мы должны с этим поработать, чтобы вовремя выдать вам нужный вам документ. Для этого требуется время. Да, для этого требуется время. Поэтому очень важно, чтобы вы друг друга уважали, вы приходили к нам в приемные часы. Приемные часы у нас с 8 до 11 часов. Понедельник, вторник, среду и четверг. Также можно нам позвонить. Телефон у нас 2-27-06. Проконсультировать можем вас и по телефону. Ну, первоначальной информации, я думаю, да, достаточно. Уважаемые телезрители, я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии, как всегда, 2-11-2-0. Вы его видите на экранах своих телевизоров. Мы сейчас приступаем к ответам на те вопросы, которые к нам уже поступили. Хочу сразу, знаете, такую ремарочку сделать. Были вопросы, которые связаны не совсем с темой нашей заявленной сегодняшней программы, а именно спрашивали люди о возможностях использования материнского капитала и так далее. Ну, как вы уже поняли из вступительного слова, Юлия Николаевна, что говорить мы сегодня будем не об этом, не о финансовой, не о материальной стороне строительства, не о возможности использования для таких целей материнского капитала. Мы сегодня говорим именно о порядке оформления документов, о получении разрешения на строительство. Итак, вопрос первый. Звонил Виталий и спрашивает, нужен ли проект на жилой дом для получения разрешения на строительство? Ну, наше законодательство не требует, чтобы вы, как застройщик, предоставляли в администрацию архитектурный проект на жилой дом. Требуется всего лишь часть от проектной работы. То, о чем я рассказывала, это схема планировочной организации земельного участка. Это тоже проект, маленький, но проект. Этот проект требуется. А архитектурный проект на ваш дом, вы его все равно будете делать, вы же не будете строить непонятно что. Вы в любом случае для себя его выполните. Другое дело, что вы это можете сделать сами, не привлекая проектную организацию. Ну, вот так. Ну, главное, чтобы законченное строение, оно как раз соответствовало требованиям размещения на участие. Да, все верно. Где требования, о которых мы сегодня говорили. Следующий вопрос. Леонид Александрович, автор вопросов, спрашивает вот о чем. С принятием закона о дачной амнистии я могу оформить свой жилой дом в упрощенном порядке, не предъявляя при этом разрешения на строительство и избежав процедуры его получения. Так проконсультировал меня юрист. Соответствует ли это действительности в нашем городе? Ну, не до конца верно вас проконсультировали. Федеральный закон 93 ФЗ, он унес изменение только в статью 8 Градкодекса, согласно которому до 1 марта 2018 года не требуется получение разрешения на вводы в эксплуатацию объекта жилищного, индивидуальное жилищное строительство. Обращаю внимание, на ввод в эксплуатацию, а разрешение на строительство никто не отменял. Оно требуется. Оно все равно требуется. Большой вопрос, автор его Михаил. У меня в аренде под индивидуальное жилищное строительство находятся два граничащих участка. На первый уже получен договор аренды, а второй в процессе оформления. В дальнейшем планирую их объединить и сформировать два новых с целью более удобного расположения объектов строительства, так как форма участков сейчас непригодна для запланированного строительства. Так как документы оформляются очень долго, планирую начать строительство уже сейчас. Можно ли его начать без разрешения на строительство, или сейчас подавать на первый участок, так как договор аренды в наличии, а потом переоформлять. Но в этом случае мне придется указать неверные данные в заявлении, то есть расположение дома на схеме в границах ГПЗУ, который будет переделан после объединения участков. Какие имеются риски, как лучше поступить? Вот такой большой вопрос. Большой ответ будет короткий. Что вам все равно придется сначала оформить земельные участки, потом заказывать ГПЗУ, потом получать разрешение на строительство. Иначе просто не получится. Потому что один земельный участок, один ГПЗУ, один жилой дом. Если вы хотите строить без разрешения, то вы будете нарушать законодательство, и можете быть привлечены к ответственности. То есть риски все равно имеются? Риски, конечно, есть. Обязательно есть. С другой стороны, человек будет вынужден терять время. Ну, какое время потерять? ГПЗУ полмесяц. Разрешение на строительство дается в течение 7 дней. Один месяц. Это не так много на самом деле. Это кажется, что много. У нас еще остается июль, август, сентябрь, октябрь. Еще 4 месяца. То есть лучше сейчас потратить время, может быть, на подготовку материалов, но и в то же время на подготовку документов. Ну, конечно, надо себя обезопасить. Вы же строите для себя. Зачем вам проблемы? Следующий вопрос. Ольга Дмитриевна спрашивает. Можно ли строить частный дом без проекта и не возникнет ли проблем при получении разрешения на его строительство? Ну, в общем-то, как бы ответили уже почти. На этот вопрос мы уже отвечали, что без проекта на свой дом вы можете строить, но мини-проект схемы планировочной организации земельного участка предоставить нужно. Ну, вот у нас поступают звонки. Как я предполагал, один из вопросов связан с материнским капиталом. Я его озвучу, но, как уже сказал, что мы сейчас вот в данной ситуации на такие вопросы вряд ли сможем ответить. Марина звонила и спрашивает. У меня на руках имеется сертификат на материнский капитал, а также получено разрешение на строительство и дом уже в начальной стадии строительства. Какие у меня есть варианты на получение этих средств? Я не смогу ответить на этот ответ вам уже дать комиссия, которая при администрации работает. То есть нужно там консультироваться. Следующий вопрос. Борис Петрович позвонил, спрашивает. Какие документы необходимо собрать для получения разрешения на строительство склада и в какие органы эти документы подавать? Дело в том, что мы сейчас разговариваем о разрешении на строительство на индивидуальные жилые дома, а вы хотите построить склад. Там совершенно другие процедуры, и у нас просто не хватит эфирного времени их обсудить. Вы приходите в отдел архитектуры в приемные часы, и специалисты с вами поработают и все расскажут. Мы уже назвали и время приема, и дни приема. Еще один вопрос. Павел Черданцев спрашивает. У меня узкий участок, 8 метров на 40. Смогу ли я получить разрешение на строительство на таком участке? Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно заказать сначала градостроительный план земельного участка. Когда готовится градоплан, ГПЗУ, градоплан – это одно и то же, специалисты отдела выходят на место обязательно, смотрят окружающую застройку и определяют места, где можно строить. Если у вас участок 20 метров, да? Ширина 8, длина 40. 40 метров. На такой длине участка в любом случае появятся фрагменты, где можно построить. Поэтому заказывайте ГПЗУ и увидите, где можно. Еще один вопрос. Антон Геннадьевич спрашивает. Реально ли до 2018 года построить самострой на участке ИЖС и признать его жилым через суд? Нет, нереально. Нереально. Почему? Потому что через суд признают здания, которые построены, раньше выдавалось не разрешение, а согласование или еще какие-то случаи. Но если вы начнете здание строить сейчас, когда вопросы строительства уже регулируются градостроительным кодексом, то уже поезд ушел. Получайте разрешение и стройте. В соответствии с тем, что там будет написано. Еще один вопрос. Ольга Максимовна спрашивает. Мне выделили участок под ИЖС, соответственно, под индивидуальное жилое строительство, как инвалиду детства. Собрались строить дом, хотели получить разрешение на строительство, но на участке остался фундамент от прежних хозяев. Как поступить в этой ситуации? Ведь фундамент не является объектом капитального строительства. Можно ли построить дом без разрешения и нужно ли узаконить старый фундамент? Надо ли узаконивать старый фундамент? Точно не надо. А можно ли его использовать или нет при строительстве? Опять же, вернемся к тому, что вам нужно получить градостроительный план земельного участка, и тогда будет понятно, можно ли этот фундамент использовать в дальнейшем. Или вам придется, как его убрать, демонтировать его с земельного участка и построить в другом месте? Я выскажу предположение, что для чего нужно, прежде всего, получить вот это разрешение, план этот. Горосплан. Да, чтобы там было указано место, где можно строить, чтобы не возникло в дальнейшем проблем, чтобы мы не создавали проблемы в отношениях с соседями, не нарушали требования пожарных, инспекции и так далее. То есть, какие-то вот такие вещи. Поэтому нужно это сделать. И тогда, если этот фундамент входит в границы разрешенные, тогда можно его использовать. Если нет, значит нет. Все правильно. Все правильно? Да, все правильно. Еще вопрос. Айдар спрашивает. Планирую приобрести у собственника 3 сотки и построить там дом. При этом знаю, что необходимо как бы 6 соток. Есть ли варианты получения разрешения на строительство на таком участке? Правило застройки и землепользования города Горного Тайска регламентирует минимальный участок для застройки 4,5 сотки. То есть, на трех сотках вы построить не сможете и разрешение на строительство не получите. 4,5 минимум. 4,5 минимум. Так, пожалуй, последний вопрос. Хотя, может быть, кто-то еще позвонит. Значит, вопрос следующий. Хозяин соседнего участка хочет получить разрешение на изменение этого участка сельхозназначения на строительство СТО и автомойки. Я против такого строительства. Может ли мое несогласие помешать такому разрешению, куда мне обратиться? Эжер спрашивает. Ну, опять же, это не вопрос жилищного строительства. Можем как-то прокомментировать? Можем прокомментировать в каком плане? Что нужно посмотреть хоть какие-то документы на эти участки. Даже хотя бы на ваш, чтобы понять, о чем вы просите. Опять же, вам придется прийти на консультацию. Давайте мы, наверное, еще раз назовем время, дни приема и точный адрес. Может быть, телефон повторить? Так, телефон сейчас скажу. Часы приема с 8 до 11. Принимаем мы 4 дня в неделю. Понедельник, вторник, среду и четверг. С 8 до 11. Кстати, позвонить нам можно по телефону 2-27-06. 2-27-06. Ну и, наверное, в завершении, может быть, мы что-то упустим. Да, я упустила. Какие-то рекомендации нашим потенциальным застройщикам. Да, да, да. Я упустила о том, что ГПЗУ и разрешение строительства выдаются бесплатно. Разрешение строительства выдается сроком на 10 лет. Если вы не успеваете построить за 10 лет, то вам нужно будет просто написать заявление о продлении срока строительства немного за год. Ну, скажем, за 60 дней до конца. Главное не пропустить. Да, да, главное не пропустить. И еще пожелание, чтобы... Вы же хотите строить, думайте об этом немного заранее. Приходите за документами раньше и начинаем строить в мае. За документами надо прийти, получается, в январь, февраль. Март, апрель. Да. Ну что ж, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы сегодня говорили о порядке получения разрешения. У нас строительство индивидуального жилого дома. У нас в студии была Юлия Николаевна Дулова, начальник отдела архитектуры и градостроительства, управления имуществом, градостроительства и земельных отношений города Горнолатайска. Юлия Николаевна, спасибо. Я надеюсь, что информация, которую мы сегодня озвучили, она будет полезна нашим потенциальным застройщикам. Еще раз всех благодарю, кто нас смотрел. Юлия Николаевна, вам спасибо. Всего доброго. Увидимся через неделю. До свидания. До свидания. До свидания.